Полярная ночь уже не за горами, с каждым днём в Мурманске становится всё темнее. В таких условиях даже для опытных водителей парковка превращается в настоящее испытание. Справиться с которым помогает опыт, который можно было получить, участвуя в третьем чемпионате Мурманска по парковке. Трасса состязаний состоит из нескольких элементов. Это загон машины в условный гараж с задним ходом, змейка и параллельная парковка. Такие необычные соревнования проходят уже в третий раз. Ведь по мнению организаторов, чемпионата осенью Мурманск превращается в настоящий испытательный полигон. Водители вернулись из отпуска, а значит мест на парковках города становится всё меньше. А занять нужную площадку всё сложнее. Как минимум со мной и с моими друзьями раз в год, раз в полгода, когда мы встречаем на своём автомобиле какую-то царапину на парковке. Это делают те же самые автомобилисты, те, которые едут с нами. А хотелось бы, чтобы этих царапин не было. Соответственно, надо повышать уровень умения парковаться. И в любых условиях для этого мы и привлекаем к этой теме внимание. Сначала парные заезды, затем 10 победителей соревнуются в индивидуальном состязании. Всего на трассу вышли 40 человек. По радио услышал, что соревнования происходят. Думаю, попробую для себя. Ну, в принципе, может оно и получилось, а как-то будем смотреть, что дальше сейчас будет. Представительницы прекрасной половины человечества от мужчин тоже не отстают. Например, Татьяна Балаганская в подобном заезде пробует свои силы в первый раз. Кстати, на полигоне она оказалась совершенно случайно. Честно не собиралась. Так получилось. Один человек отказался. В общем, все спонтанно. Уже сюда приехали, здесь подавали. А, вот так, да? Да, мы сказали фамилию, которой участник не должен был участвовать, и дали мою фамилию. Но ближе к финалу фортуна от девушек отвернулась. Самое короткое время прохождения трассы показали опытные водители-мужчины. Но и среди них в полуфинале за нарушения, допущенные на автодроме, были дисквалифицированы четыре участника. По мнению судей, они не смогли достичь компромисса в выборе скорости и качества прохождения заданий. В итоге абсолютным победителем чемпионата стал Александр Любителев. Следующие состязания по паркингу состоятся зимой.